День государственного флага Сегодня мы говорим об истории и символике государственного флага Азербайджана с ученым-секретарем Музея Истории Национальной Академии Наук Азербайджана, доктором философии по истории Фархадом Джабаровым. Здравствуйте, Фархад Малем. Здравствуйте. Добро пожаловать в студию. Мы снова рады видеть вас гостем нашей программы. И начнем с того вопроса, который я задала. Как все началось? Как был утвержден этот флаг? Что этому предшествовало? Как и любое государство, Азербайджанская демократическая республика должна была озаботиться в первую очередь учреждением государственной символики. Потому что после довольно длительного перерыва нашей истории в 1918 году не просто была провозглашена республика, но и была восстановлена государственность. Символы государственности в Азербайджане существовали издавна. С зарождения самой государственности, из древних государств. Но здесь особая роль принадлежала тому фактору, что это было первое государство с демократической формой правления и республиканской формой правления. В 1918 году, в июне месяце, когда уже правительство переехало из Тифлиса в Гянджу, встал вопрос об учреждении государственного флага. На тот момент было принято решение, значит, учредить государственный флаг в виде красного знамени с полумесяцем и восьмиконечной звездой. Этот флаг, он похож был на существовавший в то время флаг Османской империи. С той лишь разницей, что на флаге Османской империи была изображена пятиконечная звезда, на нашем флаге была изображена восьмиконечная звезда. История объявления флага именно вот в такой форме, похожего на флаг Османской империи, была не случайна. Дело в том, что это общеизвестно, что Османская империя оказала очень большую помощь Азербайджану, как в становлении независимости в первые месяцы после ее объявления, так и особая помощь была оказана в освобождении Баку от большевиков и дошнаков. И Кавказская исламская армия внесла очень большой вклад в сохранение территориальной целостности Азербайджана и в поддержание его независимости. И думается, что не случайно именно по этой причине было принято решение провозгласить флаг именно в той форме, в которой он есть. Однако в сентябре 1918 года правительство переезжает в Баку и начинается новый этап государственного строительства. В сентябре 1918 года возникает вопрос об усовершенствовании государственной символики. И тогда рождается вопрос об изменении государственного флага. 9 ноября 1918 года правительство на своем заседании принимает историческое решение утвердить новый государственный флаг молодой республики с изображением синего цвета, красного и зеленого и полумесяца восьмиконечной звезды на красном фоне. Мы сейчас увидим этот флаг на мониторе, да? Да. Почему именно была выбрана эта символика и почему именно в этой последовательности? Дело в том, что объявлению трехцветного государственного флага предшествовала очень большая работа азербайджанских просветителей, идеологов национального движения по формированию идеологии азербайджанства. И такие выдающиеся деятели, как Алибей Гусейн Заде, Ахмедбек Агаев, Мамед Амин Расул Заде, в своих работах постоянно поднимали этот вопрос. Вопрос политической, национальной идентичности азербайджанского народа. И не случайно, что уже в прессе тех лет, я имею ввиду то, что предшествовало еще объявлению Азербайджанской демократической республики, поднимался вопрос, что азербайджанцы осознали себя прежде всего тюрками, мусульманами. И, естественно, компонент, третий компонент, это стремление к современности, к демократии, к европейским ценностям и так далее. И не случайно, что вот эти идеи нашли отражение в государственном флаге. То есть, синий цвет это символ тюркизма, национальной идентичности, этнической идентичности азербайджанцев. Красный цвет это стремление к культуре, европейской культуре, европейской цивилизации, современности, европейским традициям. И зеленый цвет это приверженность исламским традициям, религии азербайджанцев. Что касается полумесяца и восьмиконечной звезды, то это традиционная символика, которая существовала в Азербайджане. И она нашла отражение вот в том флаге, который и был принят правительством. В дальнейшем изображение цветов государственного флага Азербайджанской демократической республики нашло свое отражение в различных других символах государственности. Например, во время АДР был объявлен конкурс на изображение государственного герба. И практически на всех эскизах, которые мы на сегодняшний день имеем, проектов этого герба, есть изображение цветов нашего флага. Даже тот герб, который сейчас у нас утвержден в современной Азербайджанской республике, тоже один из эскизов. И там мы тоже видим изображение вот этих трех цветов. Затем при подготовке проекта государственных наград орденов и медалей АДР, тоже использовались отдельные фрагменты государственного флага, как полумесяц, восьмиконечная звезда, три цвета флага и так далее. Затем, как вы отметили, на почтовых марках, изготовленных в период АДР, не только цвета, но и само изображение флага в руках воина азербайджанской армии. Символика государства в любом государстве. Символика государства это не только какое-то выражение, ну скажем так, цветов, отдельных символов, знаков и так далее. Это в то же время и показатель традиции государственности. Это очень большое значение имеет этот фактор при воспитании подрастающего поколения и вообще формировании этнического самосознания любого народа. Поэтому в любом государстве именно сохранению национальных символов, символов государственности уделяется очень большое внимание. Азербайджанская демократическая республика в этом направлении провела очень большую кропотливую работу. К сожалению, падение АДР в апреле 1920 года положило конец очень многим начинаниям. Например, на вторую годовщину Азербайджанской демократической республики, 28 мая 1920 года, планировалось объявить победителей конкурса на государственный герб, потом победителей конкурсов на изображение орденовой медали. Однако это все не удалось осуществить. У меня будет следующий вопрос. Когда в 1991 году, после распада Советского Союза, вернулись к идее возвращения флага и вспомнили о флаге АДР, как быстро он был восстановлен, как быстро восстановили по рисункам, по памяти, что хранилось на тот момент, как восстанавливали флаг? Я бы хотел, прежде чем ответить на ваш вопрос, немного предысторию более раннего периода затронуть, потому что в 1920 году в связи с созданием Азербайджанской Советской Социалистической Республики изменились и, естественно, государственные символы. Хотя мы и были в составе СССР, но формально мы считались суверенным государством. У нас был флаг, у нас был керб, у нас был гимн. Но этот трехцветный флаг, который недолгое время просуществовал, очень интересно, что он не стерся из памяти народа. Например, самым ярким показателем того, что как азербайджанцы почитали этот трехцветный флаг, является его отношение к нему со стороны представителей азербайджанской эмиграции, которые остались за пределами Азербайджана после апрельской оккупации. На всех торжественных мероприятиях, мы видим на изображениях, на фотографиях, на всех этих торжественных мероприятиях висел вот этот трехцветный флаг. Затем очень много статей было в эмигрантской печати относительно значения, почему именно вот этот трехцветный флаг, почему эти цвета именно были провозглашены. То есть этот символ, он не был забыт. Я думаю, что среди населения Азербайджана, несмотря на то, что мы вот жили в течение 70 лет, старшее поколение, они, естественно, тоже помнили, что была своя символика, были национальные атрибуты и так далее. Что интересно, что в 1988 году, когда на волне Нагорно-Карабахского конфликта началось народное движение, впервые в 1988 году в Баку, тогда она называлась площадь Ленина, нынешней площади Азадлых, среди знамен Азербайджанской ССР в руках некоторых людей появилось изображение, появился вот этот трехцветный флаг. Но для того времени, для многих это было неожиданностью, даже некоторые удивлялись, что это за знамя на митинге подружено. И тогда вот стали даваться различные разъяснения, потом стали выходить статьи относительно того, что из себя представляет вот это знамя, поднятое впервые в Баку в 1988 году. Но это было на уровне такого общественного, так скажем, общественных настроений, патриотических настроений. Государственная символика у нас продолжала оставаться прежней. С 17 ноября 1990 года впервые флаг, который был провозглашен в Азербайджанской Демократической Республике, обрел государственный статус в пределах Азербайджанской ССР. У этого события очень символичная дата. Почему? Потому что мы еще находились в составе Советского Союза. Официальное название государства еще было Азербайджанская Советско-Социалистическая Республика. Но уже в отдельно взятом регионе Азербайджана был восстановлен флаг той республики, которую советская власть свергла. Это произошло в Нахчеване. В Нахчеване, значит, 17 ноября 1990 года по инициативе Гейдара Алиева было изменено название автономной республики. Оттуда были изъяты слова «советская и социалистическая». Был переименован Верховный Совет Нахчеванской Автономной Республики. И трехцветный флаг был объявлен государственным флагом Нахчеванской Автономной Республики. То есть вот именно с этой даты, благодаря инициативе Гейдара Алиева, трехцветный флаг, он обрел впервые государственный статус. И что интересно, в этом решении Верховного Меджлиса Нахчеванской Автономной Республики был такой пункт обратиться к Верховному Совету Азербайджана с предложением восстановить трехцветный флаг в качестве государственного флага всей республики. И 5 февраля 1991 года на законодательной основе было оформлено то, что флаг свергнутой Демократической Республики объявлен был уже государственным флагом. новой, так скажем, третьей нашей Азербайджанской Республики. И с того времени этот флаг уже обрел полное право на жизнь и законодательную основу для своего существования. Вы сейчас представляете музей истории. Что есть в экспозите? Какие из старых флагов и современных флагов, появившихся уже после восстановления независимости, может быть тот флаг, который появился в 1988 году на площади, что из этого есть в экспозиции? Я думаю, что вот из самых ценных наших экспонатов, которые хранятся в Национальном музее истории Азербайджана, это трехцветный флаг, который был сшит мамедамином Расул Саде и его супругой в эмиграции. Это уникальный действительно экспонат. У нас, вы знаете, что экспозиция музея занимает довольно обширную площадь и несколько залов посвящены там истории АДР. И я считаю, что кульминацией этой экспозиции именно истории АДР является вот то знамя, которое мы демонстрируем в этих залах. Это знамя имеет очень интересную историю. Расул Саде со своей супругой его вышивали, живя за пределами Азербайджана. И уже в 90-е годы это знамя было привезено в Баку. Привезено в Баку и подарено Национальному музею истории Азербайджана. То есть вот эта связь времен, мы ее экспонируем и храним. Это очень большое значение имеет, потому что, как я уже отметил, деятели нашей политической эмиграции всегда очень бережно относились и хранили вот эту всю символику, все эти флаги, вот этот флаг государственный АДР. И отношение было очень трепетное к этому. Спасибо вам большое. Это было очень интересное интервью. Спасибо. Спасибо вам. Напомню, что мы говорили об истории и символике государственного флага Азербайджана с ученым секретарем Музея истории Национальной Академии Наук Азербайджана доктором философии по истории Фархадом Джабаровым. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok